Девушки отдыхают Да то и значит, что мы трое семья И если ты сейчас убьешь нашу семью У меня ничего больше не останется, Толя Мне жизненно необходимо к вам попасть Нет, на следующей неделе может быть поздно Я не пугаю вас Я говорю правду Для Ксюши уход отца из семьи Стал настоящим ударом Но, как и большинство подростков Она стеснялась своих эмоций И прятала их за маской безразличия В конфликте родителей Ксюша всецело занимала сторону матери Однако девочка отчаянно скучала по отцу Здравствуй, моя красавица Это тебе Рыба Помнишь, ты просила? Только будь осторожна, она волшебная Она желание исполняет Мама сказала, что ты Навсегда нас бросил Это правда? Моя родная, ну я Я никогда тебя не брошу, ну что ты Ну ты же от нас ушел Ксюш, я Просто в этой ситуации это неизбежно Слушай, пап А это Ну, тетка Которую ты нас променял Она на сколько лет моложе мамы? Ксюш, да практически ненасколько И пойми, дело совершенно не в возрасте Потом я очень хочу, чтобы вы с Ольгой познакомились Значит, Ольга А я, пап, хочу Чтобы эта Ольга разбила твою жизнь точно так же Как ты разбил нашу Вот такое мое Самое заветное желание Да не волнуйтесь вы так Так стремилась к вам попасть А теперь сижу вот и чувствую себя полной дурой Вы далеко не дура А вот имя Анатолий Да, это мой муж Полгода назад он от вас ушел Да У него творческая профессия Скорее всего, он писатель Толя? Да, он писатель Известный писатель Анатолий Кучер Ну, не знаю, не читала Знаете, Арина У нас идеальный брак 16 лет душа в душу Дочке нашей Ксюше 15 Она очень привязана к отцу И тяжело переживает наш разрыв Милый Привет Моя дорогая Стоп Подожди Закрой глаза Ну, хорошо Я закрываю Опять Так Ну Готова? Открывай Ольга, моя дорогая Боже мой Боже мой Я же звонил в издательство Мне редактор сказал, что не раньше неделю Да Я тоже звонила в издательство Но всего лишь один раз Ты знаешь, я сказала, что у тебя день рождения И лучший подарок на день рождения Это что? Книга Тем более собственная Ты обманула их по полдня рождения Ну что так? Ничего страшного Я аферистка Ты моя аферистка Отношения Виктории Виктория и Анатолия Зашли в тупик И хотя Анатолий ясно дал понять Обратной дороги нет Виктория продолжала надеяться Что муж одумается И их семья снова будет вместе Она считала, что за свою любовь Надо бороться любыми способами Поэтому обратилась за помощью К ясновидящей Арине Ради Толи я пожертвовала собственной карьерой А я на минуточку закончила журфак МГУ С красным дипломом Но Толи, он же как большой ребенок Арина, ведь у Толи больное сердце Эта женщина его убьет, я чувствую Я уверена, что она его приворожила Пожалуйста, я вас умоляю Снимите с Толи приворот Как зовут эту женщину? Ольга Ольга Я сегодня встречался с Ксюшей Она очень нервничает По поводу этой всей ситуации Я сожалею Но С разводом нужно будет повременить А я так и знала Оль, я... Нет, ничего, я так и знала А повременить это сколько? Год, два? Может быть, десять лет? А знаете ли вы, сколько мне будет через десять лет? Оль... А сколько будет тебе? Оль, моя дорогая, ну у меня сердце и так в тисках Ну, я прошу тебя Если сердце в тисках Надо лечь и выпить лекарства Я пойду Приготовлю лекарства, а ты ложись Оль, ну пожалуйста Нет, ты ложись, ложись Я сейчас приду Почему вы считаете, что на вашего мужа сделали приворот? Знаете, я навела о ней справки Она его поклонница, так? В общем, ситуация очевидна Женщине, 33 года Работает в средней школе Учительницей русской литературы Замужем никогда не была Да, они познакомились на одной из встреч с читательницами Толина и Романа в основном дамы читают А этой дамочке повезло До Романа с Толей она жила в однокомнатной квартире с матерью Где-то в спальнем районе И все-таки вы не ответили на мой вопрос Почему вы считаете, что на вашего мужа сделан приворот? Да потому что для нее это последний шанс Она теперь зубами будет держаться за Толю Но знаете, этой женщине нужны только его деньги Ну и разумеется, статус жены известного писателя Виктория, Анатолий живет с Ольгой, потому что любит ее Вы так это утверждаете? Даже странно Здесь налицо естественная любовная связь Остается поверить вам на слово Если не верите, зачем вы пришли? Даже если она не делала никакого приворота То его сделаем мы, вернее вы Вы хотите сделать отворот Анатолия от Ольги? Да Послушайте, Вика Вы очень хороший и добрый человек И красивая женщина И для этого не надо смотреть в карты Отпустите Анатолия Ведь вся ваша прошлая жизнь Это сплошная жертвенность А это значит, что ваша семья не состоялась И долго прожитые годы ни о чем не говорят Анатолий не ваш мужчина И не ваша судьба То есть Как это отпустить? Ну ты вообще чего-нибудь сейчас, вот прям сейчас хочешь? Не знаю Гулять хочу Погулять хочу Слушай, Паш, ну ты какой-то странный Я странный? Это ты странный Думаешь, мне в кайф вот так сидеть Да, как два зомби Тупим, блин Паш, я тебя не понимаю Не понимаю, да? Не понимаю Да достала мне это все, достала Вот погода эта вот прекрасная Лавочка эта у меня Вон, лицо у тебя кислое Чуха, а что ты кислая вообще, а? Ты, посмотри, смотри, какая прекрасная жизнь, а? Да, может, у кого-то прекрасная жизнь А у меня родители разводятся Родители разводятся Нашла чем удивить У меня вон два года назад предки разошлись Ничего, живой Не застрелился и яду не выпил Какая тебя муха укусила? Ц-ц Муха, ц-ц Ты вообще в курсе, да? Что люди рождаются и умирают Ты в курсе? В курсе, Паш В курсе, молодец Так я тебе сейчас расскажу, что происходит между этими двумя событиями Они рождаются Встречаются друг с другом Спариваются Производят потомство Потом разбегаются в разные стороны Чтобы найти себе новых партнеров для спаривания Понятно? И это нормально Это нормально Паш, что здесь нормального? Да то, что все ищут разнообразие И люди, и животные Это эволюция Понятно тебе? Эволюция Если бы не было этой эволюции Мы бы все выверли, как гинозавры Паша, люди, это не животные Да Дарвина почитай Все Финиш Паш, ты что? Ты меня бросаешь? Да Ну, точнее мы расходимся с тобой Не сошлись с характерами Ну, ты не парься Ты хорошая девушка Найдешь себе нормального пацана Будете с ним вот так вот По парку ходить, за ручку На лавочке сидеть Тебе ж только этого надо А мне извини, мне этого мало В каком смысле, Паш? Здрастешь, поймешь Паш! Кстати, у меня другая девушка И она нормальная Ясно? О Спасибо Пока Речь идет о нашей дочери, Ксюше Она очень привязана к отцу И тяжело переживает наш разрыв Вика А Какие отношения между Анатолием И Ксюшей Я имею ввиду Самую глубину Самую суть А не то, что на виду Других людей Понимаете? Нет, не понимаю Ну, как Отец может относиться К единственному ребенку? Ну, конечно, он любит ее Вика Вы поняли, о чем я? Почему вы об этом спрашиваете? Понимаете, вот Ксюша и Анатолий Между ними я не вижу энергетической связи Вздор Как говорит Толя Кира Это кто? Не знаю Среди моих знакомых Никакой Киры нет Это женщина из прошлого Я не помню Кира Она Играет Важную роль В вашей прошлой жизни Да я точно не помню Я все-таки Настоятельно рекомендую вам Вспомнить Это имя Анатолий очень переживал Что его отношения с дочерью Испортились окончательно И вместе с тем Вернуться в семью Было для него совершенно невозможно Только рядом с Ольгой Он чувствовал себя По-настоящему счастливым Виктория же была уверена Что соперница Приворожила ее мужа А как же отворот? Вы ничего не ответили? Ну что ж Я посмотрю ваши натальные карты До конца Хорошенько разберусь С ситуацией И обязательно вам Позвоню А на сегодня Я думаю Что мы закончим Информации И так Было предостаточно Всего доброго Всего вам хорошего Вика Привет, дорогая Да, была Впечатление? Ну не по телефону же Да хоть сейчас Вари кофе Алло, Настя Че делаешь? За пару наказали Слушай, Настя Че ты так В голову Может я к тебе зайду Ну, ненадолго Ну ладно, давай Так Пока Получилось Ну, слушай Может быть ты мне Вечером все расскажешь Мне правда Очень некогда Надо бежать Давай, Ксюш Пока Толя Толя Ты не спишь? А я тут тебе Волшебную травку Приготовила На, держи Ну, опять эту гадость Ну, почему же гадость? Это тебе доктор прописал Между прочим Сердечный сбор Так что давай Пей-пей Без разговоров Ты мне прости Что так С этим разводом Получилось Ну, и Ксюша Там Да, ничего страшного Тихо Давай Пей-пей Спасибо тебе большое Не за что Оля Оля Оля. Толя. Оля. Толя. Убирайся из моей памяти, слышишь? Козел. Скотина. Придурок. Вика, Кира сказала мне, что якобы ты твердо решила оставить этого ребенка. Я уже говорила, что сейчас для меня на первом месте стоит карьера. Ребенок, если ты останешься глухак, доводом, разом родиться в июне. У меня третий день рождения. Я прятал Ebola. Похоже, у нее действительно дар. Ну, лучше бы она поменьше видела, честное слово. В смысле? Да понимаешь, мне показалось, что Арина увидела в моем прошлом, причем давнем прошлом, такое, о чем я давно забыла и вспоминать не хочу. Тайна. Страшная. Обожаю все страшное. Ну, давай рассказывай. Исключено. Аня, ну не обижайся. Лучше послушай, что я придумала. Арина. Да, Арина, здравствуйте. Я слушаю вас. Вы вспомнили, кто такая Кира? Нет, не вспомнила. Жаль. Я набросала ее портрет. Может быть, если я вам его опишу, вы вспомните Киру. Эта женщина выше среднего роста. Вы учились с ней на одном курсе. 16 лет назад она познакомила вас с отцом Ксюши. До свидания, Арина. Спасибо. Всего доброго. Ну что? Ну что случилось? Да что особенного? Слушай, на тебя лица нет. Да ничего такого. Просто она перенесла на час встречи. Угу. А кого ты там не вспомнила? Не важно. Предстоящий развод родителей Ксюша восприняла как настоящую трагедию. А теперь еще парень, с которым она встречалась, бросил ее ради другой. Чувствуя себя одинокой и никому не нужной, Ксюша пыталась найти поддержку у матери. Но Виктория была поглощена решением собственных проблем. Ксюша! 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 КОНЕЦ Оль, тебе сколько сахара? Ольга, сахара тебе сколько? Оля, я тут все утро думала, думала, как тебе сказать, но, знаешь, так ничего и не придумала. Начало интригующее, ну, сколько сахара-то? Я беременна, Толь. Ну-ка, повтори еще раз. Я беременна. Ольга, ты красавица, ты моя. Боже мой, какой подарок ты на старости лет. Ну, здравствуй, ты на старости лет. Я тебе сейчас покажу на старости лет. Ну, ты счастлив? Ты себе представить можешь. Слушай, возьми. Ну, вдруг это из издательства. Ну, возьми. Секунду. Подожди меня. Да, Вика. Ксюша? Нет, не звонила. А что-то случилось? Так. Понял. Да, все понял. Хорошо. Толя, ну, что там, что-то серьезное? Да, Ксюша дома не ночевала. Вика обзвонила всех ее подруг. Надо ехать. А, ну, поехали. Я сейчас быстро соберусь. Нет, 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 моя дорогая. Мы... мы сами. Вдвоем с Викой, да? Ну, почему вдвоем? Мы поедем по отдельности. Вот все. Ну, у Вики какие-то там дела неотложные. Она должна этим заниматься. Ну, есть еще вопросы? Товарищ следователь, да? Нет. Нет? Чего? Оля, ну, пристань. Я быстро. Арина, помогите. Ксюша не ночевала дома. Ксюша, успокойтесь, сядьте. Телефон недоступен. Я не знаю, где она. Вы же можете помочь. Скажите, где она? Вика, а что было в том письме, которое прочла Ксюша? Оно касается вашей семейной тайны. И речь идет об отце Ксюше. Где Ксюша? Где она? Виктория, дайте мне ваши ладони. Вика, дайте мне ваши ладони. Успокойтесь. Закройте глаза. Представьте Ксюшу. Ксюша, она... Вика, вам надо домой. Ксюша, она в опасности. В большой опасности. Домой, Вика, пожалуйста, домой, домой. Боже. Сейчас состояние вашей дочери стабильное. Стабильное, тяжелое. Стабильное. Ее жизнь не опасность. Ей сделали промывание. Здравствуйте, Василия Ивановна. И поставили капельницу. Вы можете поговорить с нашим психологом. Послушайте, я хочу видеть свою дочь. Нет, мне сейчас нельзя. Вашей дочери необходим полный покой. Извините. Любимый современный писатель Анатолий Кучер. Не он. Я так и знала, что это не он. А я подумала, вы домработница. Мы раньше с Толей держали, но ему присутствие в доме чужого человека мешало писать. А наша домработница выглядела приличнее. Ей-богу. Если вы пришли по делу, говорите. А оскорблять меня не нужно. А где ваза? Я ее Толе на наше с ним десятилетие подарила. А где ваза, я спрашиваю? По какому праву? Да нет, это ты по какому праву? По какому праву ты вообще здесь живешь? На моей даче с моим мужем. Слушайте, я... Да нет, это ты послушай. Ты вообще в курсе, что из-за тебя чуть дочь моя не умерла? Да ты знаешь, что бы я с тобой сделала, если бы Ксюшу, не дай бог, не спасли. Виктория, я знаю, что сейчас... Да что ты можешь знать? Ты неудачница, которая по трупам идет, лишь бы свой последний шанс не упустить. Что ты вообще можешь знать? Если вы сейчас не прекратите, я позвоню Толе, ясно? Толе. Толе она собралась звонить. Да ты кто такая, чтобы мужу моему звонить? Толе. Ольга сообщила Анатолию радостную новость. То, о чем они так долго мечтали, произошло. У них будет ребенок. Но радость женщины была недолгой. Узнав, что Ксюша не ночевала дома, Анатолий поспешил на ее поиски. В поисках дочери Виктория вновь обратилась за помощью Карине. Ясновидящая сообщила Виктории, что Ксюша в беде, и ей срочно необходима помощь. А это... Что-то случилось? А где Вика? Вика, Вика, ежевика. Так ужасно все ей дико. Слушай, я... Между прочим, я как поэту начинал свою деятельность. Толе, ты что, надрался? А как же твое сердце? А вместо сердца пламенный мотор. А твое? Так, Толя. Так, надо звонить Вике. Ну, ладно. Ай. Таня, знаешь, что я хотел у тебя спросить? Ты думаешь тоже, что Ксюша из-за меня это сделал, а? Не, не знаю. Эх, ну ладно. А у тебя выпьете есть? Есть. Ну, неси. Ну, давай, давай. Ань, ты знаешь, я с Викой, я же просто импотентом стал. Ой, Господи, что я говорю о Рёме-то. Ну, в смысле я, в творческом смысле я. Ну, Толя, не выдумывай. Ты же говорил, что за полгода книжку закончил. Ну, я закончил, я её... Убьём моё. Ой, книжку. Это когда от Вики ушёл, и закончил я книжку за полгода. Ой, я не знаю, что произошло, Аня. Это, конечно, я тоже в этом виноват, наверное, но... Последние годы был какой-то дурдом, какой-то кошмар был, Аня. Ой, ужас. Просто. Ну, что ты говоришь, Толя? Ну, что я говорю? А ты не знаешь, как будто, что я говорю. Ты же лучшая подруга её была. Дай мне, пожалуйста. Алё, алё. Не притворяйся, ты знаешь всё. Твоё здоровье давай выпьем. Ой, а потом пилиться начала. Она же пилит и пилит. Это же ужас, Аня. Я за эти три года не строчки, ты понимаешь? Я ни словечко не написал никакого. Кончился писатель Анатолий Кучер. Всё. Даже поэтому я и скончался. Аня от меня смердеть начала, Аня. Запах чуешь. Ну, какой запах? Ну, какой, какой. Трупный, Аня, трупный. А потом, Ольга. Ой, она же меня из страха подняла, Аня. Она же меня к жизни вернула. Я же писать начал. Знаешь что, Толь? Может быть, я сейчас совершаю большую ошибку. Ну, Вика меня, конечно же, никогда этого не простит. Но в том, что и случилось, есть и моя вина. Понимаешь? Кот, что ты везёшь? Ты я дала телефон Вике, вот той ясновидящей Арины. Она, в общем, Вика, решила сделать отворот. Решила отвернуть тебя от Ольги. А вдруг, вот всё то, что произошло с Ксюшей, вот это последствия отворот. Аня, слушай, а ну-ка дай-ка мне телефончик этой ясновидящей, а? Ну, на всякий случай дай-ка мне. И хотя я совершенно не верю во всё это... Не верите, а зачем пришли? Ну, вы-то вот верите, раз этим занимаетесь. Я просто всё знаю. А вы зачем пришли? Ну, так, на всякий случай. Поясните. Ну, в общем, Арина, вы не тратьте свои силы. И всё это приворотное и отворотное зелье больше не потребуется. Я просто решил вернуться в семью. Вы решили заставить себя вернуться в семью. Мне жаль, что вы не слышите собственное сердце. Может быть, вы услышите меня? Дайте мне ваши ладони. Не бойтесь, вы же пришли к ясновидящей. Вам это ничего не стоит. Давайте ладони. У вас длинная линия жизни. И чётко выраженная линия любви. На ней два брака. К сожалению или к счастью для вас. И это неизменно. Соловьёва Ольга Александровна, вы? Да. Проходите, пожалуйста. Женщина, а вы ведь за мной? Да. А знаете что, давайте я вас вперёд пропущу, а то мне что-то нехорошо. Ну, конечно. Да, идите, идите. Может, помощь нужна? Нет, нет, что вы, пусть женщина идёт, а я потом. Это ведь ничего? Ничего. Я расскажу вам о том, как рос хороший, добрый мальчик. Характером похожий на маму, а внешне на отца. Как этого мальчика всё время сподвигали к техническим профессиям. А он мечтал стать писателем. Сочинял сказки и читал всем стихи. Мальчик вырос, женился. И понял, что не любит свою жену. Тем не менее, старался быть верным супруге, строил семейные отношения, воспитывал ребёнка, чужого ребёнка. И просил у Бога любви. Той любви, которая окутает страстью, принесёт душевный покой. И творец услышал его и дал эту любовь. Вы меня слышите, Анатолий? Вы заказали сценарий своей будущей жизни. И когда вам его дали, вы решили от него отказаться. Это не ваша книга, которую, простите, можно порвать и выбросить в корзину. Это ваша собственная жизнь. И в ней та самая любовь. Настоящая любовь. Ольга, она и есть ваша настоящая любовь. Я упустил свою любовь, к сожалению. Любовь нельзя упустить. Почему вы так решили? Ольга, она и есть ваша настоящая любовь. Я не могу сделать аборт. Больница около вашего дома. Вы ещё можете её спасти. Я знаю где это. Спасибо вам большое. Спасибо, я знаю. Спасибо. Да. Добрый день. Что, прямо сейчас приехать? Так срочно? Но мне сегодня дочь выписывают из больницы. Ну, хорошо, я приеду. Соловьёва, так как, вы идёте? Ольга! Вон, передумай. Подержите. Пойдём. Спасибо. 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 Пойдём, пойдём, пойдём. Анатолий, Ксюша, не отец. То есть, как это не отец? Что вы несёте? Конечно, Анатолий прекрасный отец, с логической точки зрения. Он вырастил хорошую дочь. Ксюша хорошая и добрая девочка. Но биологическим отцом вашей дочери является другой человек. 16 лет назад, узнав, что вы беременна, он цинично вас бросил. Можно у неё воды? Да, пожалуйста. Я говорю это только потому, что хочу, чтобы вы поняли. Бумеранг лжи, который вы запустили когда-то, вернулся сейчас и вас разрушает. Вика, отпустите Анатолия. Знаете что? Лечите своими сказками молоденьких дурочек. А я девочка взрослая и прекрасно знаю, что мне нужно от жизни. А что же вам нужно? Муж. Мне нужен мой муж. Любой ценой. Да, любой ценой. И я это сделаю. А вам, милочка, советую держать язык за зубами. Если, конечно, вы не хотите лишиться лицензии. И ещё, если Толя хоть что-нибудь узнает... Вика, он всё знает. Толя знает всё долгие годы. Я просто подумала, что когда-то узнаешь, что я не родная, ты меня разлюбишь. А я знал. Я с самого начала всё это знал. То есть мама тебе всё рассказала? Нет. Мне рассказала некая Кира, мамина однокурсница. Зачем? Она тоже в тебя была влюблена? Нет. Она завидовала маме. Они обе претендовали на красный диплом. А в те годы только одного человека со всего потока могли наградить этим красным дипломом, понимаешь? Почему только одного? Ну, кто же это знает? Не положено было, вот и всё. Ну, короче говоря, я не знаю всей этой кухни. Но каким-то образом мама обошла Киру и получила этот чёртов красный диплом. Она до сих пор им гордится. Ну, вот Акира затаила злобу и обиду. И по своей глупости перед самой свадьбой рассказала мне всё это. Ну, вероятно, думала, что я брошу маму. А мама сказала, что ребёнок от тебя. Да. Страсти развивались, как в хорошем классическом романе. Вот. Да. Ну, что ж ты сам не сказал, что ты всё знаешь? Ну, потому что любил её. А когда любишь, всё понимаешь. И оправдываешь того, кого любишь. Я понимал, что толкнул маму на эту ложь. Что? Ну, что ж ты. Отчаяние. Страх. Переживание за судьбу будущего ребёнка. То есть за тебя. Пап. А можно я тебе какое-то признаюсь? Давай. Папа. Ты у меня самый клёвый человек в мире. Давай я тебе тоже кое-как в чём признаюсь. Дочь. Серьёзно. У тебя? Пап, не тяни, ну. Скоро. Ну. Будет. Папа. Брат или сестра. Папа. 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 Арина убедила Анатолия, что Ольга предначертана ему судьбой. Ясновидящая сообщила ему, Ольга, уверенная в том, что Анатолий ее разлюбил, задумала избавиться от ребенка. Анатолий поспешил в клинику. Ксюша призналась отцу, что будет рада маленькому братику или сестричке. А Виктория вдруг осознала, к какой трагедии могла привести ее многолетняя ложь. Здравствуй, Вика. Здравствуй. Спасибо, что пришел. Вот держи, ты забыл. Спасибо. Прочла твой роман. Ну и как тебе? Который без меня. Очень понравилось. Спасибо, Вика. Мне важно было это. Толя, прости меня, пожалуйста. Ты знаешь, за что. Вика, ну, я никогда тебя ни в чем не винил. Просто мы стали разрушать друг друга. Я не знаю, когда это началось. Я знаю, Толя. Бумеранг, который я запустила много лет назад, вернулся ко мне. Он не мог не вернуться. Будь счастлив. И ты тоже. Виктория сделала главный шаг к переменам. Она покончила с многолетней ложью, которая отравляла жизнь ей самой и ее близким. Ради Ксюши она смогла наладить теплые дружеские отношения с новой семьей мужа. И очень скоро встретила своего суженного. Потому что вселенная посылает любовь только тем, кто смог отпустить свое прошлое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова